Ребята, ну в общем такая история. У меня на канале вышел ролик по поводу работы в сети мобил. Мне отзвонился, скажем так, диспетчер, оператор с технической поддержкой. Я не знаю кто, но в общем они принимают свою вину как бы и в общем фишка в том, то что мой ролик залетел и тем самым им хочется, чтобы я работал в сети мобил, а не уходил и не удалял программы. Так что всем удачи. Дмитрий Александрович, добрый день. Добрый. У меня уже Деслан должен быть мэнером сети мобил. Я хочу сказать вам ровно сейчас говорить, буквально две минуты ваше время. Да, удобно. Обратили внимание, что некоторое время на линию не выходили. Мы сейчас получили для вас условия, заплатили подачи до точки А, так как сейчас большое количество заказов, и заказы вам будут приходить намного ближе в радиусе одного-двух километров. Так же сейчас снимал, и заказы тоже стали больше. Вы подскажите, да вот еще актуально работать в сети мобил? Нет, я просто работал, я разочаровался в сети мобил. Нет, я просто работал, я разочаровался в сети мобил. Да, ну просто были технические трудности, мы сейчас уже со всеми проблемами все решили. Мы это делали, это буквально было неделю назад. Да, я вас прекрасно понимаю, и поэтому мы вам сегодня же тоже правильно, не просто так говорим, сказать о новых условиях, то сейчас не меняет. И так как вы у нас являетесь на хорошем счете, были бы рады с вами дальше сотрудничать. Просто ответьте, пожалуйста, техподдержка, почему у вас вообще просто не реагирует ни на что? То есть общаешься, общаешься, я не знаю, я посмотрю, я сейчас это, я сейчас 100, короче. Ну, время много, очень уходит, как бы, этот, непонятно, как бы. Тут я надо с вами полностью соглашусь, сейчас физская поддержка разбирается, чтобы так же уже, ну и новые люди все-таки работали. Просто позвонил какой-то девочке, реально, девочка сидит походу дома, либо на удаленке, короче, вот, и, в общем, сидит там, чавкает, непонятно что, короче, и пытается мне объяснить, кто я по жизни и все остальное, как бы, ну, я ей объяснил, конечно, вот, то, что так не делаются вещи, как бы. Вот, и, ну, отлицать эти могу для наших соединения, отлицать эти могу для наших соединений, отлицать эти они, отлицать эти могу, для наших соединений, в данной ситуации, сейчас каждым днем все свои меняются, ну, также, ну, мы сильно так понимать, октяaktu, ну, достаточно такие агрегаторы, более известные, вот, а вот, мне объясните, вот, да, вот, как водителю, водителю, со стажем большим водителю почему в сети мобили постоянно вот ценник не поймешь у яндекса больше цена чему сети могила то есть ты даже сравниваешь такси грубо говоря а у тебя получается сети мобил все время меньше цена то есть там зарабатывать даже меньше если ты не катаешь допустим гарантию или еще там что-то и получается то что реально ценник просто низкий я отвез 9 километров за 120 рублей по комфорту я шоке был 9 9 километров это минимум должно быть 230 250 рублей вы со мной согласны по комфорт комфорт не эконом ребята минуточку вашего внимания коллег если по каким-то либо причинам ваш таксопарк вам не платит либо какие то есть еще моменты переходите в мой парк город дорог комиссия 0 6 процентов заказа три процента вывод 15 рублей был плат я думаю это отличный парк на рынке подключение по всем городам россии напишите мне и я вас подключу иначе разбираться в этом вопросе оказалось это корпоративный заказ ну и что пусть метода сети мобил доплачивает причем ну причем здесь я реально за 120 рублей катать 9 километров мне как-то не хочется я в алексе эти 9 километров проезжаю за 300 рублей грубо говоря да а вы поставите у вас балл мотивации какой сейчас вот . бы отображать да есть у меня там рейтингом 495 высокий непонятно вот откуда цена берется то водителю вернее этот клиенту начисляет кэшбэк получается начисление идет за счет водителя как в общем непонятно реально почему сам сети мобил своими деньгами примеру свои деньги не начисляет кэшбэк к примеру клиенту то есть они пусть берут больше с пассажира и тем самым тоже сети могил как бы будет зарабатывать зачем с водителя брать этот непонятную вторую комиссию как я называю ну туда конечно помню соглашусь просто компания тоже должна понимать как бы конкуренции работы то везде как бы хватает водители там водители сам как бы ну вот я вот считаю то что сети мобилу на рынке вот он должен вот не за яндексом идти а у него другая должна политика быть чтоб он водители именно не не доил а именно там какие-то поощрения там водитель сделал там столько-то заказов раз там бонус допустим раз клиента кэшбэк не кэшбэк там получилось вот и получается так то что сети мобил со своих денег но он накручивает как бы клиента понятно то что уж клиента накручивать может быть демпинг цен люди начнут уходить другой такси без этого никак просто бесплатно как бы ну реально это получается бесплатно бесплатно никто не будет как бы возить просто я вот вот так вот думаю и тем самым я думаю сети мобил вот стоит реально задуматься вот чтоб кэшбэк начислялся клиентам именно фирмы сети мобил они водителем то есть мы допустим везем на за 200 рублей с нас еще потом списывают дополнительные деньги чтоб начислить кэшбэк клиенту зачем она надо согласитесь это вот неправильно туда конечно полностью согласен ну скажем так особо я ничего не смогу решить не но вы просто что общаетесь там с руководством компания просто передайте вот руководству до чтобы подводители просто больше подтянутся чем вот такая вот история проходит просто водители примеру работают нормально все потом раз них там у пассажира спрашивают цену пассажир говорит у меня там 230 рубля водитель горит а у меня допустим там сто шестьдесят и все как бы то есть получается с водителя списываются вот этот кэшбэк и начисляется пассажиром это неправильно реально яндекс тоже так делал но потом как бы яндекс уже так не делает то есть они уже понимают то что это нехорошо как бы то есть они должны либо свои деньги доплачивать либо клиента накрутить сверху и тогда уже как бы ну это сами понимаете там уже брать свою повышенную комиссию просто реально уже и комиссия повысилась и все остальное и не поймешь что вообще происходит я понял хорошо все я понял хорошего дела до свидания